Йо, ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо. И в этом видосе мы сегодня походим по магазинам и посмотрим, какова ситуация на данный момент вообще с консолями. Продают ли там Xbox, продают ли Station, в каких количествах, что лежит на полке и тому подобное. То есть этот видос — это некий предварительный, наверное, обзор на то, как вообще в России продаются консоли. Потому что, на мой взгляд, к сожалению, Xbox немножко, ну, наверное, как-то принижают в плане продаж и тому подобное за счет того, что не очень много аксессуаров завозят и тому подобное. Первый магазин, который мы проверим, будет M-Video. Короче, с вас лайк, подписка и погнали! По сути, мы подходим к игровой зоне. И, на мой взгляд, она сделана просто шикарно. Просто шикарно, потому что здесь есть и можно что-то потрогать, можно и поиграть, в принципе. Но это моя тема. Вот. Что в плане консолей и геймпадов? Наверное, мы здесь видим то, что на плойку, с первого взгляда, намного больше, чем на Xbox, к сожалению. То, что геймпады здесь, здесь. Вот, на Xbox, только геймпады вот здесь. То есть, по первому взгляду, я бы сказал, наверное, что для Xbox, наверное, меньше завозят, чем для плойки, к сожалению. Потому что каких-то даже оригинальных геймпадов на данный момент я не замечаю. То есть, только кастомизированы от Rainbow, который стоит 5800. Вам что-нибудь помочь? Добро. Я же не консультантным видео. Сорян. Nintendo Switch тоже норм. Так. Кстати, мне в этом магазине капец как нравятся вот эти стенды. Они просто шикарно смотрятся. Здесь, насколько я знаю, история стендов. Ну, то есть, когда приставка сделана, что она себе представляет. Кстати, вот такая штука, но только, по-моему, ну, погоди, была у моих родителей. Система Xbox'ов. Original 360 Xbox One и Xbox One S. Не знаю, почему туда не завезли Xbox One X, но его поставили вот сюда. Кстати, я скидывал фотку в группу ВКонтакте. Здесь есть такие прикольные мешочки. Мешок игр. Это некая такая маркетинговая упаковка Xbox'а в качестве Xbox Game Pass'а. Ну, грубо говоря, ты покупаешь код, и у тебя прям мешок игр. Единственное, я не знаю, можно ли купить такие вот мешочки, но выглядят они клево. Зайдлайк. Так, ну, тут лоечка. Кстати, предзаказы. Почему-то у меня на Xbox'а таких предзаказов нет. Не знаю, почему. Вот. Первая, четвертая, вторая, третья. Блин, клево на самом деле. Вот говорю, на самом деле вот это вот все очень классно сделано. Также я помню, что в этом магазине иногда давали поиграть. То есть здесь был включен Xbox, здесь плойка. Здесь, по-моему, был доступен VR. Сейчас, конечно, такого нет. Я не знаю, может, геймпады кто-то разбил, может, кто-то еще. Но было здорово, что ребята приходили, играли, пробовали. Почему бы нет? Это Nintendo Switch. Интересно, где будет стоять Xbox Series X и Xbox Series S? И как вообще изменится это? Ну, пока что, например, плойков преимущественно, так скажем, завозят свои геймпады и тому подобное. Кстати, по-моему, одна из первых игр, которая оптимизирована для Xbox Series X. Мы, кстати, на стриме гадали, почему же они пишут здесь оптимизирован для Xbox Series S. На самом деле ответ был крайне прост. Нашел его в Vigil. Дело в том, что просто на Xbox Series S нет дисковода, поэтому здесь они пишут. И данный диск идет только на Xbox Series X. Также мне в этом магазине нравится вот эта штука. Раньше можно было в нее поиграть в Forza, но сейчас это недоступно, к сожалению. Пойдемте в другой магазин и посмотрим, что там. Из-за что, напоминаю, мы в торговом центре Мега Белая Дача. Именно здесь я буду забирать Xbox Series X. Вот, если вдруг кто-то будет забирать в ту же дату, что и я, я возьму, наверное, с первого дня, именно 10 ноября. Можно, в принципе, пересечься, соткаться, поболтать и тому подобное. Почему бы нет? Данный формат, наверное, больше похож на какого-то ревизора. Но так оно и есть. Типа, будем сейчас ходить, высматривать, где, как хранятся Xbox, что продается и так далее. Как вы заметили, я утеплился. У меня теперь эксклюзивная кофта GPX-овская. Пацаны, за это тоже лайк. Сейчас мы идем в Эльдорадо и посмотрим, какая игровая зона там. Просто, знаете, по-моему, в России изначально Xbox как-то не задался. Хотя, может быть, мало рекламы, может быть, что-то, но даже по нынешней ситуации видно, что аксессуаров и консолей значительно меньше. Либо их не покупают, либо я даже не знаю, что. Вот как-то так. Так, ну мы в игровой зоне Эльдорадо. Что мы видим? Здесь она не такая, наверное, обширная, как в МВидео, поскольку в МВидео стоят большие экраны. Там, хочешь, посмотри, хочешь, посмотри. Но здесь что? Здесь, наверное, ситуация будет такая же. Так, сюда нет, уже не пойдем. Кстати, вот такие вот наушники у меня. Достаточно прикольные. Самое главное, что они беспроводные и держат очень долго заряд прям. Котилют от них до сих пор. Вот, кстати, заметьте разницу между играми. Понимаете, да, что как бы если мы заходим в зону Эксбокса, здесь не будет каких-то, наверное, мега крутых реклам, типа, вау, новая игра, бери и тому подобное. А на плойке есть. Но опять же, по-моему, у мстителей сотрудничества с этой игрой тоже будет, блин, эксклюзивный человек-бук. Засранцы. Ну, я надеюсь, его как на салют есть с Эксбоксом. Какая FIFA не подскажется? 18-й гамма версии. Все, понял, спасибо. Эксбокс геймпасики. Походу, мешочки только у МВидео. В этом, наверное, их преимущество. Насколько я знаю, у Эксбокса и МВидео более тесные отношения, чем, например, у Эксбокса и Эльдорадо. Опять же, я могу лишь догадываться от личного мнения, но пока виднеется так. Заметьте, что плойка со Спайдерменом стоит 30 тысяч. 30 тысяч! Это, грубо говоря, даже больше, чем новое поколение Эксбокса. Не покупайте пока что старые консоли, покупайте новые, потому что потом старые вы и фиг продадите, мне кажется. Если они упадут в цене, то это... Но на самом деле, дерзкий ценник в 30к, потому что, опять же, Эксбокс РСС, он стоит 27. И, как по мне, ну зачем покупать консоли 8-го поколения, когда ты можешь купить 9-го и играть во все старые и новые игры? Как-то так. Ну, в принципе, неплохо, пойдем далее. Тут еще есть один магазин игр, это Республика Игр, пойдемте туда. Единственный, пожалуй, минус снимать не в пределах своей комнаты, что ты, наверное, себя как-то неловко чувствуешь. Вот реально, если это какая-то там игровая тематика, и ты там ходишь, снимаешь турниры, это одно. Но когда отходишь один по магазину и там ходишь с камерой, ну как-то на самом деле неловко, что ли, или как-то так вообще. Как-то необычно. Думаешь, что сейчас на тебя люди смотрят и думают, что за кретин с камерой, что за кретин с камерой. Кстати, Мега на самом деле мне нравится тем, что она очень широкая. Здесь можно даже погулять, там, я не знаю, потусоваться. И есть практически все фичи по типу кинотеатра, фудкорты и там подобное. Мне, наверное, на башке жесткий шухер, потому что я не стригся давно, но как-нибудь я с этим справлюсь. Так, Республика Игр около нас. Тоже прикольный магазинчик, на самом деле. Здесь очень много фанки-попов. Я бы сказал, даже нереально много. Пойдемте посмотрим, что там. Добрый день. Не против, поснимаю? Влог. Так, что у нас тут? Здесь, на самом деле, тоже все. Прикольно. Кстати, не подскажете, берут больше PlayStation или Xbox? Я? Нет. Не в том, что... Да, в мире. PlayStation, да? А почему? Как думаете? Лучше, наверное, оказалось. Может быть... А почему у вас Киберпанк? Киберпанк 32999. Это именно лимитированное издание бокса. One X. Там будет сам джойстик заменен, сам окон... А что посоветовали? Series S или Xbox Series X? Ну, вообще, они по мощностям. Естественно, X будет помощнее. Но если более бюджетно, то это S. Но он умеешь тоже будет, гораздо чем One X. Ну, это да, он с размера S. Прикольно. Классенько, классенько, классенько. Ну, БЛЭ тут больше смотреть вам от бюджета. Хорошо, а если, например, у меня бюджета не очень много? Только S. А, есть плойка без привода? Если пулька. Что в этом тогда случае? В данном случае там вообще нету разницы. Тут больше именно как вы хотите играть с дисководом. То есть диски все вы можете купить себе и так же в цифре. Либо только обитать в цифровом магазине. Где вы без интернета ничего не смотрите себе купить. Если, допустим, на дачу уехали и так же сделаете за ночь. Вот насчет поддержки 4К, к примеру, в Xbox Series S. И там, и там есть? В S будет из 400 на 40p. Там 2К, короче. А там 4К. Понятно. Короче, что могу сказать. В принципе, ситуация, наверное, с Xbox и плойки одна и та же. Но у плойки больше консолей. Скорее всего, из-за того, что ее просто больше покупают. То есть, когда у продавца, например, спрашиваешь, что больше покупают. Тут базар-вокзал, типа плойка, потому что она лучшая. Конечно, так себе аргумент. Но Nokia так действительно считает. В эти магазины мы вернемся после того, как там появится Xbox RSX, Xbox RSX. Кстати, на самом деле, мне понравилось гонять продавца и ловить на том, что, может быть, он прав, может быть, не прав. Что касаемо 4К, потому что она сказала и там, и там. В принципе, поддержка данного разрешения есть и там, и там. Но Xbox RSX, он не покажет вам разрешение 4К, настоящее 4К разрешение в играх. То есть, как бы, вот. Если же сравнивать, наверное, все три магазина, в которых мы были, самые прикольные, это MVideo. Потому что там стоят большие телеки, там как-то атмосферника есть, истории консолей. Ну, прикольнее. Единственный, наверное, минус, то, что к тебе не подходит консультант. То есть, как бы он там был замечен, но он ко мне, во-первых, не подошел. Во-вторых, он, скорее всего, отвечает только за коды. Только за коды, которые, вот, Xbox Game Pass, коды на игры и там подобные. То есть, он подходить, скорее всего, не в его обязанностях. Единственный момент, кстати, если что, те коды, которые висели, там, например, Xbox Game Pass в мешочках и там подобные, насколько я помню, они сейчас не продаются в так-таковых карточках. То есть, покупая Xbox Game Pass, Ultimate, там, Gold и там подобные, вам дается код на чеке. На код на чеке, потому что был один уродец в сети, который просто надыбал где-то эти карт. Ну, просто, наверное, спер с M-Video и начал их, якобы, продавать. И, братан, я тебе сейчас за 500 рублей VR2 продам. Не ведитесь на это, потому что это просто бред. На самом деле, мне понравилось снимать такой контент, потому что ты ходишь, что-то допрашиваешь. Вот прикольно, на самом деле, наверное, было бы его улучшить. Если бы можно было разговаривать с продавцами, не снимая их, соответственно, задавать какие-то вопросы и просто, ну, либо делать какие-то выводы, либо их поправлять. Ну, такой, знаете, некий ревизора со стороны Xbox. Ну, со стороны Xbox, конечно, как-то неправильно сказано, но просто от парня, который интересуется консоли, приходится, что-то спрашивает. Я понимаю, что как бы доколебываться до продавцов нет смысла, но так или иначе, когда народу нету, когда их можно отвлечь от ничего не делания, потому что, когда клиентов нет, они ничем не занимаются, почему бы вот так вот не ходить, не спрашивать. Поэтому, если вдруг там этот видос зайдет, залетит, вам будет он интересен, то можете накидать свои вопросы, которые можно спросить у консультантов, потому что, может быть, какой-то вопрос будет интересный и посмотреть, ответит консультант на него или нет. На этом, в принципе, все. Если вдруг вам парал с такой лайтовенький видос, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение об этом и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok